Быстрая реакция, находчивость, а еще умение работать в команде. Анастасия вместе с ребятами из Одинцовского центра эстетического воспитания представляет наш округ на 12-й игре весеннего этапа московского областного проекта «Театральный поединок». В конкурсе такого формата юные артисты решили посоревноваться впервые. Снимали там в первом отборочном этапе, нужно было снять видео, почему мы хотим импровизацию. И, собственно, снимали видео на драйве. Дальше, когда появились первые отборочные испытания, мы поняли, что опа, а это сложно, а это очень сложно. И мы тут сидели, дневали, ночевали, снимали, переснимали, тысячу раз пробовали. В итоге объявили голосование, сняли несколько роликов. В основе самого проекта лежат две программы – образовательная и конкурсная. Отборочный этап участники прошли еще в феврале этого года. Всего в батле приняли участие 32 коллектива из 27 городов Московской области. Конкурсная программа проходит в формате Всероссийской театральной игры «Импровизационный батл». В этой игре – это состязание двух команд в островом и находчивости непредсказуемости, то есть в жанре импровизации. То есть существует определенное количество раундов. Вот сегодня у нас будет пять игровых конкурсных раундов. Именно зрители давали задания участникам, которые они выполняли прямо на сцене. Жюри оценивало ребят на каждом раунде по олимпийской системе. То есть на следующий уровень переходила команда, которая победила в предыдущем этапе. Я стесняюсь! Да, хватит, а чего я там не видела? Это юбка! Финал конкурса «Театральный поединок» и «Гала-концерт» пройдет на большой сцене Московского губернского театра. Также в рамках партнерских программ участники смогут пройти различные дополнительные образовательные программы. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...